Больше всего мы боимся ни своего несоответствия. Больше всего мы боимся своей непомерной силы. Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным – не самая благородная роль. Ничтожность никого не вдохновляет, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать, не только некоторые из нас, но все и каждый. А научившись сиять, мы неосознанно побуждаем к этому всех окружающих. Когда мы сами освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем и других. Представьте себе, что по ту сторону этой жизни, глядя на мир сверху вниз, вы видите, как художник страстно раскрашивает ваш портрет, отдавая дань уважения вашей жизни. А что сделали вы? Как вы изменили этот мир? Он величайший человек всех времен, и он был великим благодаря тому, что сделал вне ринга. Ваши действия даются эхом в истории, даже после того, как вы уходите из этого мира. Это и есть величие. Видите ли, это слово небрежно используют то там, то здесь. Но что такое настоящее величие? Несправедливо называть его великим боксером. Он был больше, чем просто боксер. Больше, чем кинозвезда. Он был особенным человеком. Величие? С ним не рождаются. Его нельзя дать. Настоящее величие, подлинное величие, это найти свой собственный путь служению мира. Менять к лучшему жизни других людей. Ставить их превыше себя. Он был моим кумиром. Никому не по силам достичь и половины того, что сделал он. Это значит выполнить свое предназначение. Найти цель. Настоящее величие, это делать то, во что веришь, несмотря на невзгоды. Истинное величие, это встать перед лицом несправедливости. Величие, это использовать свой голос. Мне не позволяет совесть идти и стрелять в своих братьев, людей другой расы, каких-то бедных и голодующих людей. Ради большой и сильной Америки. За что мне воевать во Вьетнаме? Они не называли меня ни... Они меня не били, не спускали на меня собак, не грабили меня из-за моей национальности, не насиловали и не убивали моего отца и мать. Тогда за что мне в них стрелять? Как я это буду делать? Ведь это просто бедняки с детьми, женами и стариками. Я не буду стрелять в этих людей. Садите меня в тюрьму. Настоящее величие переступает через поколения, нации, границы, цвет кожи. Вот увидите, истинное величие переживет нас всех. Вы будете жить вечно благодаря тем деяниям, что совершили. Настоящее величие вне бокса. Вы можете быть лучшим в каком-то деле, но это не делает вас великой личностью. Бог не похвалит меня за то, что в бою я победил вашего друга. Он желает знать, как мы друг к другу относимся и как помогаем. Али знал об этом. Али представлял собой надежду, борьбу, отзывчивость и сил. Я собираюсь посвятить свою жизнь помощи людям, объединяя людей. Али представлял собой единство, сплоченность, нежелание прогибаться перед лицом невзгод. Это борьба за свободу, справедливость, за равенство темнокожих в Америке. Я воспользуюсь своей известностью и статусом и выйду сказать слово за темнокожих гетто, которые находятся в аду, за темнокожих, о которых не хотят говорить шоумены, на которых им плевать. Но я говорю вам, что я пойду до конца. Мухаммед Али хотел доказать всем молодым людям, вне зависимости от происхождения, что невзгоды могут сделать нас сильнее. Они не смогут лишить на способности мечтать и достигать своих целей. Служение другим – это плата за свое место на этой земле. Так считал Али. Величие стоит не за славой, деньгами и триумфом. Настоящее величие – это ступать в неизвестность, рисковать всем, чтобы помогать другим. Все, что Мухаммед Али сделал за все эти годы, было для нас. Я думаю, что Мухаммед Али надеялся на то, что его жизнь станет чем-то вроде наставления для всех людей, к чему нам стоит стремиться для себя и своих детей. Он встал и сказал, «Я откажусь от самого почетного титула на свете, потому что я хочу быть человеком убеждений. Я хочу хоть наполовину приблизиться к этому». «Он величайший!» «Нет слов, которые могут описать все его заслуги. Нельзя описать его лишь словом «великий». Для этого нужно особое слово». «Али величайший!» «Он абсолютно другой человек, не такой, как мы. У меня была цель стать чемпионом в тяжелом весе. Быть честным человеком. Несмотря на большие деньги и славу, я всеми силами помогаю другим». Вот почему Али так почитаем и всеми любим. Али был не просто великим боксером. Он был кем-то большим. Он был великой личностью. Он открыл что-то новое. Он понял, что мир неподелен на черное и белое. Он наполнен множеством оттенков, ярких красок, языков и религий. «Вчера мне приснился сон, как я в Африку прилетел и тут же начался беспредел. Нужно Тарзана разгромить и королем джунглей себя объявить. Я бился с аллигаторами, тягался с китами пузатыми. Я гром и молнии в клетку посадил. Мне не умерить свой пыл». «Руки работают, видят глаза. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Меня спрашивают, зачем я это делаю. Дело в том, что я хочу завоевать бессмертие. «Будь великим сейчас. Нужно просто решиться. Кто знает, к чему это приведет, когда наступит наш час. Великими людей делают не политика, не благоразумие и неприличие. Все они до одного стали великими благодаря одной только вещи. Неутомимой борьбе за улучшение мира». Что бы вы хотели, чтобы люди говорили о вас после вашей смерти? «Я бы хотел, чтобы обо мне говорили так. Он взял пару кружек любви, пару столовых ложек терпения и ложку великодушного проявления, бокал доброты, литр смеха, щепотку волнения. Смешал желания, счастье, добавил много веры и хорошенько все перемешал. Затем он распространял все это на протяжении всей жизни и подавал каждому достойному человеку, которого встречал». Субтитры создавал DimaTorzok